О диагностике и профилактике говорили на Евразийском семинаре в областном онкоцентре. Опытом в лечении рака лёгкого поделились специалисты из лучших клиник мира. О современных методиках Дарья Болгова. Врачи-онкологов со всего континента в этом зале собрала одна цель – обмен опытом лечения рака. Евразийский семинар для мировой медицины – событие уникальное. Специалисты Самарского онкоцентра вместе с профессионалами мирового класса анализируют ошибки из повседневной практики, с которыми в той или иной степени может столкнуться каждый онколог. Совместно разбирают сложные клинические случаи в режиме реального времени. А тема рака лёгких с каждым годом становится всё актуальнее. Рак лёгкого, к сожалению, на протяжении последних 10 лет занимает лидирующие позиции. Второе место по заболеваемости и смертности в целом и первое место у мужчин. И поэтому сегодняшнее мероприятие посвящено именно морфологическим аспектам изучения патологии рака лёгкого для специалистов-патологов и морфологов. Новая классификация рака лёгких, изучение разрушающих процессов на уровне клетки и новые формы направления на обследование – всё это вошло в программу евразийского семинара. По мнению специалистов, при лечении важна каждая мелочь, вплоть до сопутствующих болезней пациента и количества выкуриваемых сигарет в день. Коварство рака лёгкого в том, что начальные стадии протекают почти бессимптомно, и пациенты обращаются к врачу слишком поздно. Главное, чтобы специалист смог вовремя поставить верный диагноз и начать лечение. Правильная диагнозика обеспечивает чрезвычайно точное, так называемое, таргетное лечение ряда раков лёгкого и с хорошим эффектом. И раньше такого не было. Буквально пять лет назад больные раком лёгкого были почти безнадёжны. А сейчас появилась возможность в значительном проценте случаев, определив генный профиль, активность определённых генов, можно назначить эффективное лечение на самом современном уровне. То, что медицина сделала большой шаг вперёд за последние пять лет, есть и заслуга подобных конференций. Московские специалисты отмечают, что если в 2010 году около 60% заболеваний не были опознаны вовремя, то сейчас таких случаев сократилось до 20%. Наша область остаётся площадкой для реализации образовательного проекта «Гистологика», запущенной в Российской Федерации онкологии и Всемирной организации здравоохранения. В рамках семинаров врачи, патологоанатомы, цитологи, химиотерапевты и хирурги, занимающиеся лечением рака, лёгкого повышают квалификацию и изучают опыт коллег из России, Европы и Северной Америки. Онкологические заболевания — это проблема общая, поэтому и решать её нужно совместными усилиями. Но несмотря на все открытия и нововведения, которые здесь обсудили, главной причиной заболевания так и остаётся курение. Дарья Болгова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.